Дарья Мороз на 25-й неделе беременности. Будущие родители уже знают полмалыша и готовятся к пополнению. Врачам ходят регулярно. Показатели все в норме. Остался один вопрос – делать или нет прививку от ковида. Дарье повезло. Опасная инфекция ее не настигла, но переболели многие друзья и знакомые. Молодая женщина не скрывает. Насчет вакцины пока сомневается. Уж слишком много информации за и против. В целом к ревитке отношусь положительно. Считаю, что нужно и стоит людям прививаться, чтобы обезопасить себя и свое здоровье. Сейчас я сомневаюсь, стоит ли делать мне эту прививку, потому что я не знаю, как она отразится на здоровье моего малыша. Если бы были какие-то факты, доводы уже родившегося здорового малыша и здоровой матери, то, конечно, я бы пошла и сделала эту прививку. Ковид у беременных развивается стремительно и тяжело. И самое страшное, что здоровьем рискуют сразу двое – малыш и мама. А еще, констатируют врачи, вирус может повлиять на ход беременности и привести к непоправимым последствиям, таким как выкидыш или преждевременные роды. По словам врача, Елена Ливанович, с 22 недель прививаться можно и нужно, чтобы избежать страшного. У нас прописано сейчас гам-ковид в спутнике о том, что во время беременности можно прививаться. Это единственная вакцина. Поэтому, конечно же, мы всех призываем и говорим о том, что это необходимо, нужно делать. Потому как тяжело переносят беременные. И бывает очень сложно оказывать медицинскую помощь. Вакцина отрицательным образом не влияет, это уже доказано во всем мире, ни на фолликулогенез, ни на яйцеклетку, ни на сперматогенез. А вот сам коронавирус, к сожалению, действительно доказано о том, что негативным образом влияет. Пример того, что прививка не опасна ни для матери, ни для ребенка, это жительница Севастополя Анастасия Довженко. Она сделала прививку еще после 22 недели, сразу и не задумываясь. Сейчас делится будущая мама, чувствует себя хорошо и о решении своем не жалеет. Могу сказать, что это не повлияло на детей, потому что у меня проходят УЗИ каждые две недели. И никаких отклонений между прививками и после прививок найдено не было. Все прошло очень легко. Остановить распространение болезни сложно, но можно постараться себя обезопасить. Держать дистанцию, носить маски и, конечно, вакцинироваться, чтобы создать коллективный иммунитет. Валерия Окунева, Михаил Волобуев. Новости Севастополя.